Парам-пам-пам Что же это у нас за два красавца? Да, это кальяны Авенти 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 Собственно, давайте про них и поговорим Вначале начнем с того, что Это продукт Компании Еврошиша, которую Все знают И с этого дня Компания Еврошиша переносит Все свое производство в Россию Ну, в частности, производство Кальянов Авенти Что такое слово Авенти Я думаю, наверное, встречали Это тюнинг ателье вроде Да, поскольку я помню, это тюнинг ателье Типа Мансори, Авенти, Брабуса, Хуяпуса И все остальное, да И это довольно-таки было популярное Такое слово давным-давно У многих в инстаграме были Авенти Авенти и прочая Ебала Погнали Давайте, собственно, у меня есть вот такая вот бумажечка И по ней мы все прочтем Но вначале скажу, что Это Авенти МК-6 Это вот малыш А это Угадайте, какое у него название У этого кальяна С миласа киллером Как он правильно называется, блядь Ну, хуй с ним Авенти 6-1 Да Названием долго не мучились Прямо вот вообще не мучились Но с кальянами заморочились Давайте начнем Что такое вообще кальяны Авенти Российского производства Да Они полностью сделаны в России На российских станках А Весь цикл производства Замыкается на собственной Производственной линии У ребят 6 станков Станок для лазерной гравировки У них есть 14 моделей Авенти Ну, это, наверное, думаю По характеру компании Еврошиша Как можно больше моделей Чтобы был выбор 14 моделей У меня только 2 Мы смогли снизить стоимость кальянов Благодаря таким решениям Как Конструкция в виде трубки шахт Из нержавеющей стали Внешняя накладная На шахту из алюминия Основание И съемный диффузор Из полициталия Ну, это же касается Все модели Авенти 06 Среди кальянов Российского производства У Авенти Одна из самых Низких цен Знаете, какая цена У этих кальянов Давайте Вот сейчас Вот быстренько Напишите В голосовании То есть Напишите в комментариях Какая цена За этих красавцев Желательно в долларах Я вот немного подожду даже Вы сейчас охуеете Вы сейчас охуеете За вот эту вот Штучку из нержи 75 Либо 78 Тысяч Рублей А? Схавали Понизили Ладно Шучу Вы Неправда 75 Либо 78 Долларов В зависимости от колбы Есть колба Вот такая Есть колба Вот такая Да? То есть Соответственно Скорее всего Это 75 А это 78 Потому что она гораздо Симпатичнее И прикольная И конечно же Функциональная Так вот Мы предлагаем Возможность Изготовления изделий По чертежам клиентов То есть Что такое По чертежам клиентов В таком Прикольном Сленговом названии Это White Brand То есть Ихняя мощность Позволяет Помимо своих кальянов Делать кальяны Другим людям Под их брендом То есть Что тебе нужно Тебе нужно напрячь свой маленький мозг Нарисовать Прийти ребятам И сказать Вот Блядь Рисуйте нахуй Делайте мне кальяны То же самое И делает Погарская фабрика Она занимается Распространением Сейчас White Brand И это Соответственно То ли вроде здорово То ли вроде не здорово Да? Тут уже Кто как выберет Возможность Нанесения логотипа Текста Изображения На изделие С помощью Лазерной Гравировки Во как Блядь Понятно Идем дальше МК6 Это наш Маленький Малышек Давайте поговорим О нем Трубка Шахты Погружная трубка Тарелка Коннектор И клапан Изготовлены Из нержавеющей стали АИСи 304 Внешняя накладка На шахту Выполнена Из алюминия И на ней Нанесена Порошковая краска Так прям Бодренько Так вот Что входит в комплект Шахта Тарелка Коба Силиконовый шланг Калибиновый мундштук Чаша Турка Кстати Что касается Чашки Турки Здесь Она у меня тоже Это Наверное Самые пиздатые Турки Которые шли В комплектах Они реально Охуенные Так Аптовая цена Собственно Ну все Да Это про маленькую модель По косякам В принципе Я не выявил Такого прям Крупного Но что мне сразу Не понравилось В первую очередь Мне не понравилась Вот эта порошковая краска Она довольно Такие Такая Бомжатская Вот не знаю Это как вот Всякие Приоры Покрывают Вот этой Порошковой Краской Как будто Танки Да Вот это То же самое Выглядит Клапан Нихуево Работает Курица Нихуево Но Сука Блядь За 75 долларов Что вы хотите Хотели Чтоб прям Подсасывал Нихуя Он Свои 75 баксов Вполне Оправдывает Да Идем дальше Сейчас мы Пробуем Раскурить И посмотрим Что у нас Касается Характеристик Бесшумный Кстати У маленькой Модели Диффузор Сделан Из Полицитали То есть Он Пластиковый Почему я Начал Курить Именно На этом Кальяне Хотя Рассказываю Про этот Здесь Видно Как продувается Кальян Опа Продулся И наш Миласа Киллер Как он вообще Правильно Называется Блядь Молокиллер Блядь Он залился Водичкой Плохо Это Хорошо Я не знаю Но По крайней мере Он хорошо Работает Вот такой Вот я у вас Дурачок На самом деле Ничего страшного Нет Мне кажется Что в него Залилась вода Наоборот Даже Прикольнее Я бы И краситель Обахнул Было Вообще Круто Я думаю Я потом Уходил И искал Самый Влажный Табак Чтобы проверить Как сильно Уродуется Эта стекляшка И в итоге Не смог Найти Такого Так вот По маленькому Мы разобрались В нем Нет косяков Вот в нем Реально Нет косяков Это Это Самая Простецкая Модель Самым Простецким Собственно Алгоритмом Сборки Да Алгоритмом Сборки То есть В нем Ничего Сложного Нету И чтобы Могло Выявлять Какие-то Косяки Кроме Порошковой Краски И основание Которое Глянцевое Выглядит Он вполне Нормально А вот По МК 6.1 Вопросов Прям Куча Давайте Собственно Наверное Начнем Что касается Алюминия То есть Нержи И Собственно Черного Основания Металлического Клапана И металлического Коннектора Ну Колхозно Согласитесь Ну не очень Смурится Стекло Цвет металла Черный цвет Никак Вообще Не залазит Как бы Ну Такую Какую-то Цветовую Гамму Далее Что касается Вот этой Стеклянной Штучки Которым Я кардинально Не привык И я считаю Что они Наоборот Как-то бы Портят Кальян Потому что Здесь Капливается Очень много Дыма Который В принципе Выйдут Отсюда Невозможно То есть Тебе уже Похуй Продавается Коба Или нет Но вот Выйдут Отсюда Дым Это реально Сложно Также Как он Разбирается То есть Все очень Просто Мы берем Вот тут Вот так И снимаем То есть Я могу Даже Делать Чай Тут и Начинается Вся проблема Это Совместимость И дружба Металла Плюс Стекла У меня Грубо говоря Миласа Киллер Уже сел Намертво Под весом Чашки Блюдца И всего Остального Вот эта Нижняя часть Она просто Прям Села туда Кардинально Плотно И в этом Наверное Заключается Проблема Которая Выявилась Сейчас Далее Чтобы Одеть Чашку Нужно Снять Блюдце Взять Его Вот так И хорошенечко Насадить Чашечку На Коннектор Потому что Ты начинаешь На этой Хуйне Давить Я думал Она у меня Лопнет Просто Под таким Давлением Идем Дальше Что Это касается Обоих Кальянов Это Вот такой Вот Коннектор То есть Коннектор Здесь Идет На резьбе И это Не вполне Удобно Постоянно Крутить Этот шланг Поэтому Проще Всего Это Делать Вот так Вот Тогда Все Окей Если У тебя Кальян Постоянно Собран И ты Эту Штучку Не Дрючишь Просто Берешь Подходишь Вставляешь Шланг Садится Он гораздо Очень легко И как бы Прямо Конкретненько И не вылетает По курению Они Однозначно Топчик Они курятся Довольно таки Хорошо Но как бы Сейчас Выходит Мало Кальянов Которые Реально Курились Плохо Ну я думаю Вы с этим Согласитесь Если раньше Да Как-то Выходили Кальяны И они Страдали По качеству По продувке По всем Другим Параметрам То сейчас Можно Лишь Доебываться Только Внешне Можно Лишь Доебываться До эстетики Неправильной Подборки Цветов И их Несочетания Но Чтобы Доебываться Сейчас До того Как Курица Кальян Сложно Тяга У них Примерно Одинаковая Но За счет То что Здесь Миласа Киллер Вот этот Тяга Конечно Становится Какой-то Натянутой Это Не очень Круто Я все Время Жду Когда Потепет Чашкой Чтобы Посмотреть Ну Хоть Там Уже Табачок Провалился Все Это Капает Ну Блядь Я не знаю Я Честно Не любитель Этих Вещей Я Больше По Классике Либо За Маленькие Диффузные Маленькие Милакиллеры Миласа Киллеры Я До сих пор Не могу Запомнить Слово Потому Что В них Во-первых Меньше Пространства В них Собирается Дым И Они По крайней Мере Непрозрачны И Не Видна Всю Эту Срама Тень Внутри Этой Внутри Этой Стеклянной Сферы Давайте Посмотрим На нашу Модель МК6 И Что Они Говорят В принципе Цена У нее Такая Оптовая Не Оптовая Вот Из Кальянов Российского Производства Это Насколько Знаем Единственная Модель На сегодня С возможностью Использования Миласа Уловителя Спорно Благодаря Молотиллеру Можно регулировать Высоту Кальяна Ну да Можно Выебнуться На целых 5 сантиметров Быть выше В комплект Что входит Тарелка Щипцы Колба Мелокиллер Силиконовый шланг Алюминиевый Мундштук Чаша Турка Щипцы Комплект Уплотнителей Также Цена Варьируется Между 75 и 78 Долларами В зависимости От колбы Которую Вы выберете Подводить Итоги Думаю Можно Потому что Мы уже Все разобрали По курению Ну сложно Сказать Курица Курица Реально Оба Нормальны Турка Пиздатая За 75 Ну ладно Хуй с ним 85 долларов 85 долларов Примерно Это 5-5-300 Где-то Вот так Наверное Потому что Как бы Почитать Немогуще С этим Курсом Который Прыгает Давайте Будем Брать Цену 5-500 За полный Комплект Который А Кстати Я забыл вам Сказать Что было В комплекте Была Коробка Там Была Хуево Туча Паралона То есть Этих Пупырок И там Был Пакетик В котором Был Мунштук В котором Был Блокнот Еврошиш И штучка На телефон Чтобы он Не падал Короче Вот так Можно поставить И залипать На ютубчике Под мои видосы Ну Ну На этом Все Курица Все здорово Курица Все прикольно Поэтому Это Кальяна Венте И мне Интересно Посмотреть Другие Их Модели Ну Короче Ссылочку На сайте Я оставлю Снизу Можете Посмотреть Даже Можете Заказать И Блядь Я не знаю Ну Короче Кальяна Мне понравились С одной стороны А с другой Стороны Нет Это Из-за Минеза В этой штучке Я не любитель Это Личное Поэтому Всем пока Это Дал Адым Это Кальяны А Венте